А сейчас мы будем слушать одно очень интересное сочинение композитора уже 20 века Витольда Лютославского. Это польский композитор и дирижер со сложной судьбой. Во время войны он был мобилизован, и потом еще его арестовали и хотели перестать в консладе, но ему удалось спастись. Во время войны он подрабатывал в варшавских кафе и собирал деньги для людей, пострадавших от нацизма. И сочинение, которое мы сейчас послушаем, оно посвящено швейцарскому дирижеру и меценату Паулю Заферу. И о том, как оно устроено, расскажет нам Денис Пасаревский в своем очередном видео. В произведении для виолончели Захер вариации зашифрована фамилия мецената. Захер. Чтобы понять, каким образом это сделано, давайте вспомним с вами название нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Вы помните, из первого видеоролика они взяты из гимна Святому Иоанну. Но есть еще и другое обозначение, просто по буквам алфавита. Где ноте До соответствует третьей буквой алфавита С. С, Д, Е, Ф, Г, А, Х. Исключением является Б. Это Си бемоль. Дальше мы с вами видим, как записываются диезы и бемоли. В таком варианте. С, то есть нота До. И До диез будет ЦИС, прибавляется ИС. А если нам нужен До бемоль, то есть на полтона ниже, то тогда это будет не С, а уже ЦС, прибавляется С. Посмотрим на первую страницу сочинения. Мы видим, что сверху дополнительно выписаны в некоторых местах названия нот. Таким образом, понятно, как зашифрована фамилия Захер. Между этими нотами, соответствующими фамилии, добавлены еще некоторые другие ноты, пассажи, трели и другие интересные вещи. На первой строчке, С слева, это ми бемоль. Дальше вторая строчка в середине, А и С, это Ля и До. Ищем дальше ноты, которые соответствуют фамилии. Четвертая строчка середины, Х, Е и дальше, внимание, Ре. Это единственная нота, которая записана с помощью слога. Затем идет опять С, потом через строчку слева А, С, Х, Е, Ре, ну и так далее. А теперь послушаем с вами эту интересную пьесу. Итак, Захер вариации исполняет Михаил Оленин, виолончель.